С нами есть Бажина Рынска, подруга Марии Алёхиной, которая нам сейчас кое-что расскажет об одной из тем, которые заявлены здесь. Значит, смотрите, тут написано «Институт репутации. Проблема моральной иллюстрации в постпутинской России». Ладно, насчёт моральной иллюстрации мы поговорим с особым цинизмом под конец, я думаю. А вот «Институт репутации», такой «не репутации». Что бы это значило, Бажина? Я так понимаю, что у вас имеются очень конкретные наблюдения по этому поводу, и связаны они с одним из наших общих друзей, Хилл Борисовичем Ходорковским, который позволил себе промечиво сфотографироваться с популярной российской певицей. И, я так понимаю, певицей такого сугубо шерпотребно-попсового характера, не обременённой талантом, в то же время обременённой некоторыми политическими пристрастиями, нам не симпатичными, да ещё и выступающей к тому же под чужим именем Валерия. Вот расскажите нам об этом. Я не думаю, что имеет смысл пересказывать моё письмо Ходорковскому и его ответ. Я так понимаю, что это же широко публиковалось. Наверное, не надо вам ту же мелодию в исполнении Гобоя слушать. Или надо? Я думаю, что... Я, например, не читал. Что? Читали или нет? Я вообще читать не умею, я точно не читал. Хорошо, я перескажу. Михаил Борисович попал, как кур вообще сфотографировался с Валерией, и я тут же это сплетник Венедиктов растиражировал, и я написала ему, что, Михаил Борисович, когда мы с силами зла фотографируемся и обнимаемся, то людям, которые думают, с кем они, с добром или злом, им кажется, что мы это всё не всерьёз, что у нас читка пьесы по ролям, и что это не кровь, а клюквенный сок, что сейчас мы, как прилюдно на сцене, Монтеки и Капулети друг друга поубивают, а потом за кулисами они обнимутся и пойдут пить пиво. А ведь это же не так, ведь я этим занимаюсь искренне, ведь мы же все здесь искренне, и искренность, она не... и честь, и достоинство, она не предполагает вот этих вот подмигиваний и улыбочек. Старик, ну ты же всё понимаешь, ты же всё понимаешь, мы же на самом деле это свои все артисты, и пускай там публика что-то себе там думает, но мы-то все одна, это самое. Так вот не предполагаются эти подмигивания, когда ты, извините, запав освоен света. Я про свет и зло, и тьму всё-таки позволю себе сейчас программное что-то типа заявление сделать. Меня очень часто спрашивают, ну вот зачем вы, человек обеспеченный, у которого в принципе всё есть, вы зачем в это лезете, тебе это зачем? Зачем? Зачем ты занимаешься политикой? Я отвечу, я не занимаюсь политикой. Я не люблю заниматься политикой и не хочу ей заниматься. Как только у руля страны встанет моральный и неглупый человек, я тут же опять стану девочкой-девочкой, какой я и была до кейса Вася Александровна. Это история не про занятие политикой, это история про добро и зло. Когда-то Рейган изобрёл формулировку СССР империя зла. И это было правдой, СССР была империя зла. Так вот, путинская Россия, это тоже империя зла, это абсолютное зло. Это ложь, и это корысть, деньги и враньё. Вот, собственно, это и есть ад. Европейская цивилизация, она зиждется не на деньгах, она зиждется на праве, правде и морали. И, к сожалению, Европа очень поздно начала понимать о том, что современная Россия – это империя зла. Но сдвиги, тем не менее, происходят. Мы были приглашены на ужин министра иностранных дел Литвы Линаса Ленкявичуса позавчера. И встал посол Петрос, я не могу произнести его фамилию, как бы я ни старалась, посол Литвы в Украине, Войткувичас, Ватикунас, простите, вот я долго учила и даже выписала себе, Витайкунас, но... Это далеко не самая сложная литовская фамилия, поверьте мне. Спасибо. И он сказал, что мы не можем помочь России, мы это уже поняли. Мы можем, то Путина нужно останавливать. И также он сказал, что Путин объявил войну европейской цивилизации. Это правда, потому что зло, оно всегда воюет, зло, оно всегда объявляет войну. И если зло жестко не противостоять, оно ползучее, оно как гангрена, оно доползет до Европы и будет ее жрать. И Литва в этом плане особо в группе риска, потому что Литва, во-первых, близко, во-вторых, здесь достаточное количество ватников, а в Латвии их еще больше. И это история о ползучести зла. Я не шучу, Латвия вся нашпигована вот этими вот русскими с паспортами Евросоюза, у которых ватное, подлое ватное сознание. И это похлеще, чем вы меня, извините, комментарий. Это вся история про людей, которые за 30 серебряников работают на путинскую Россию и будут работать. Слава Богу, что потихонечку Европа начинает это понимать. И вот мы услышали вопрос представителя ПАСЭ, Эммануила Зингериса, чем вам помочь. Литва начала помогать, за что я бесконечно благодарна правительству Литвы. Вчера были депортированы два провокатора с канала России 24, которые приехали не для того, чтобы взять интервью. Они не занимаются журналистикой, они занимаются провокациями. Они занимаются тем, что они исполняют госзаказ по травле диссидентов. Если человек идет за тобой с камерой в туалет, в тарелку за завтраком, если он пытается пролезть в твой номер, это не называется журналистикой, это называется травля диссидентов. И вот за эту, которую масштабно и массировано проводят российские федеральные телеканалы. И вот Литва стала первым государством, которое депортировало со своей территории этих негодяев, за что мы очень благодарны. Из Украины, по-моему, тоже. Из Минска его. Этого же товарища еще вышвырнули из Минска. Этого же самого вчерашнего провокатора. И вы знаете, это работает. Потому что сегодня Пятый канал не пытался прорваться, а скромно, который тоже приехал не с добрыми намерениями, а скромно стоял у двери. И когда приехала полиция и переписала их паспортные данные, один сбежал, и, как сказала Женя Чичваркин, через 20 лет его найдут в лесах с вот такой бородой. В литовских лесах. И, вы понимаете, это работает. Так вот, отвечая на вопрос, чем помочь, пожалуйста, отнеситесь серьезно к травле инакомыслящих и не давайте людям, которые не разделяют европейские ценности, пользоваться благами еврозоны. Потому что все эти, которые за 30 серебряников приезжают и травят диссидентов, для них глоток жизни это приехать в Европу на шопинг, погулять по Парижу, погулять по Вене и потратить там, проесть в кафе вот эти самые 30 серебряников. А потом обосрать все эти города, сказав, что там одни геи, либералы, некрованючие и что их чуть не изнасиловали. Совершенно верно. Это по-нашему. И это тоже к вопросу о репутации. Поэтому не надо, когда приедут эти люди, не надо обниматься с ними в кафе, не надо возможности сделать, давать им сделать с тобой селфи и напечатать это в Инстаграме, потому что публика будет думать, что это все не понарошку. Ребята, это не понарошку, это очень серьезная история. Так, это все или еще что-нибудь, Паржана? Это еще что-то у меня было. Сейчас, одну секунду, у меня тут много было. Да, в общем, короче говоря, увидите ватника сразу в табло, выписывайте, если он будет при этом еще со смартфоном, отобрать смартфон, об землю, чтобы не воскрес. Так, сейчас я продолжу свое выступление. Спасибо за комментарий. Так вот, реальная помощь, которая может быть, это в Совете Европы, Литва могла бы нам очень помочь. Литва знает, что такое коммунисты, знает, что такое красные, знает, какая угроза Россия. Пожалуйста, пролоббируйте список, чтобы пропагандоны были персонами нон-грата в шенгенской зоне. Если ты принимаешь участие в травле инакомыслящих в России, ты законодательно не можешь сюда въезжать. Вот нет. Красный знак. И никакого шоппинга. И никакого шоппинга. Дома будете сидеть, друг на дружечку глядеть, подавать друг дружечке, чай да сахар в кружечке. Когда мне переходить к вопросу о том, как устроено российское общество и есть ли у него шансы на выздоровление? Это мы про репутацию говорили. Это следующий пункт нашей программы. А следующим героем нашей программы будет Андрей Семенович.